Добрый день, ребята. Добрый день, мои золотые. Сегодня такая у нас погода хорошая. Ветер, солнца не было. Сегодня было хорошо. Ребята, честное слово, выспала сегодня, пришла в обед, поспала. Томасик что-то хочет вам сказать. Скажи, Томасик, что ты хочешь сказать? Что он хороший хочет сказать? Вот что. Сегодня так отдохнула, честное слово, прямо от души. Я думаю, я не знаю, ребята, поливать уже, не поливать. Мне надо вещи собрать, постиранные. Сюда цветы эти выложила. Посмотрите, как хорошо. Тут они гораздо лучше на этом стали. Это чуть-чуть надо было бы почистить. Сделаю. Сделаю, ребята. Моему мужу зарплату повысили, но не шеф повысил, а не только моему мужу, а по государству. Ребята, зарплату повысили им, всем. Это хорошо. Он заходит в этот. Вот это тоже очень удобно. Сейчас поэтому скачал, посмотреть, сколько там денег на счету, да? Ну, откуда зарплату перечисляют. И он говорит, ва, что-то мне перечислили. А это, ну, с января месяца, да, тебе перечисление сделали. То, что там вот, ну, закон вышел, да, что им поднимают. Вот, значит, это было с января месяца, и сейчас как раз, вот, я не знаю, там, 20 евро, 30 евро, что ли. Даже не знаю, сколько получается. Это его обрадовало, такой довольный. Я тоже довольная, конечно. То, что моему мужу хорошо, это значит, и мне хорошо, и нам хорошо. Вот это полью, наверное. Вот так. А, си. Что я делаю, ты трогаешься в бисчо, по-другому? Си, си. Я рыгу это, да, я думаю, что я хочу рыгать. Это, си, это, это секо. Я говорю, надо, си, надо, говорю, полить это. Я говорю, давай, Касанов, вытащи. Принеси этот. Чуть-чуть ветерок, очень хорошо, ребята. Я хотела вот сюда посадить, он мне не разрешает. Он говорит, нет, здесь камень будет, зачем, говорит, сюда сажать. С одной стороны, это и хорошо, что будет камень. Вот и вот. А, к примеру, окей. Это такое, окей. Ага. Сейчас полью вот эти. Чуть-чуть тоже. Они же в горшочках. Томатик гулять хочет, да? Кая-то Аночка спит. Чуть-чуть. Пускай поспит. Ну, она тоже, как я. Если в обед поспит, ночью плохо. Ночью потом мы спать не можем. Ну, потому что выспались. Я вот не могу, как другие люди, 15-20 минут. Это редкий случай. Я час-два, два часа. Вот мой муж, как Штырлиц спит, сказал, сказал, как сказал, так и спит. Вот сказал, например, ой, 40 минут посплю и все. Девочки, что вы думаете, через 40 минут просыпается? Я в шоке. Я говорю, я чуть-чуть отдохнула, а когда проснусь, это уже никто не знает. Даже я не знаю. Вот так, чуть-чуть полетут. Это тоже, я думаю, как вы сказали, камелия, да? Ой, что-то такая сильно ушла. Бутончики уже стали открываться. Да, это тоже такая, только она розовая, а та красная. Так. Скоро нужно будет поливать каждый день. Вот этот цветок. Я даже не знаю, где я его взяла. Это. И это, господи, это, Resources, которые здесь? Это, на самом деле, это. Какое сказать? Продолжение следует... Освободно, засcipают. Ага. У меня оно было дошко, и я плотаю, и я помню, а я в ноч Dartmouth. Ага. сейчас вот тут хотим чуть-чуть обратите и что я купила да вот эти луковицы туда пересадить чуть-чуть пускай будет барашек слышите да это не барашек это тумас я имею ввиду барашек ух ты хоси ага здесь я когда вот камень делал что вокруг это амбасса кэнэсси и матан дээсэ флормина это он и а но а а а а сейчас хотим камень купить но сперва он клетку хочет закончить потом этот камень закончить потом уже только кухня для тебя так сегодня ходила у курей брала эти яички на ребята маша хорошо ставили сегодня поставили нам от души сюда и сердечки наколола хочу сюда этот свет ребята хочу сюда этот фонарик фонарик хочу чтобы светло было потому что ночью выходишь все равно хочется чуть-чуть полью свои вот эти цветочки чтобы чтобы было как-то я говорю солнышко мое кайтаны говорю ну как ты там стоим в институте в новом да и говорит даже не хочу ребята но все новое конечно тяжело и тяжело я и говорю это говорю нормально гордача тоже новенькая она такая говорит да тетя не так легко я говорю ну конечно нелегко девочки когда ты чуть-чуть симпатичная тебе в жизни еще сложнее бывает потому что красоту никто не прощает да я вам честно говорю я это знаю если ты какая-то там чуть-чуть такая страшненькая да как-то по жизни тебе легче бывает я вам серьезно говорю а когда-то немножко красивая и вдвойне сложнее потому что она еще доказать должна что она не только красивая она еще хорошая понимаете как то вот так это я вам честно говорю и не понаслышке хотя это же ты родилась красивой то что ничего не сделала ради этого понимаете это вот богом тебе дано и все а у меня девочка я знаю что красивая девочка выделяется если бы она там у нас была бы она может была бы еще обычная да а тут она выделяется понимаете и не не думайте что всем это нравится за что-то такая симпатичная родилась 7 от ума сик видите как он кайфует мы покупаем специальную жидкость но немножко вредная правда на специальной жидкость покупаем ребята и обрабатываем землю чтобы не было этого ну блок да у томасика вот так то что я сказала это не глупость ребята это так и есть кто симпатичный тот знает а кто думает что он красивый а на самом деле нет тоже такое бывает да что из себя строить что-то да но человек если ты на самом деле родился очень очень но богом на короче данная да красота твоя собственная еще ты миленькая красивенькая женственная ого-го ребята это очень очень жизни бывает потом тяжело и подруг делать и друзей делать все тяжело потому что никто с тобой дружить не хочет потому что думает что думать что ты это ну сложно короче вот так я эти пару дней смотрю что-то меряя такая мы же ее забираем с дому да и везем ее туда хоть она в другом классе они практически не видится но они в одном институте учатся ой девочки не знаю даже стоит ли это говорить нет смотрите ребята я мне жалко эту девочку очень жалко вот честно говорю иногда вот настолько да вот я ее иногда так понимаю прям вот до глубины души да я эти дни смотрю она чуть-чуть такая но она ничего не говорит я вижу что она грустная я вижу что она себя и сразу какие мысли может быть кто-то обижает понимаете других мыслей не туда у меня у меня сразу думаю кто-то ее обижает там в институте я ее спрашиваю ну как там в институте просто она горстью нормально все нормально и вот недавно на днях я ее забираю кайтаночку забираю ее тоже после этого как к ней там один скотина начал приставать я как-то говорю меряя так если вижу ее я говорю пошли я тебя довезу до дому но душа болит все таки девочки чтобы вы там не говорили что вы то многие не думали да у меня сердце есть и она все равно эта девочка которую постоянно у меня во дворе было перед глазами столько времени ребята у меня к этой девочке чувство настоящее до обиделась было такой но это уже все прошло кто стараясь понятому глаз долой да правильно сказала так вот я говорю давайте довезу там и пошли я ее довезла или несколько раз а в школу вожу постоянно ребята что она такая крупная и вот вчера нет на днях мой муж одях мой муж и я отвез школу потому что мог позволить себе за ней прийти за моей дочкой прийти домой собрать ее из школы отвезти я не могла у меня работа была и вот и он она когда она говорит эти все так вереют уже заверяй давай заверем тасса и они пошли мере и забрать и в этот момент бабушка говорит мотаре они и не с вами если он где-то на на работе там душа скажи так ли что она ко мне позвонила мне нужно с ней поговорить я думаю что случилось и набираю в ушки гульчон дело бабуля если он не сказал и я как раз сразу набрала в чем дело бабуля ты не знаешь да говорит я буду чувствовать баба мать мирейна ушла квартиру с него ушла короче и бабушка так мне сказала этому трагедия такая короче она ушла она конечно не хочет ребята сейчас я вам скажу да вот мирейной маме 46 лет и эта женщина который не имеет значения ребята есть 46 лет она хочет например куда-то пойти вот ну приблизительно вот с подружками например в кафе пойти на дискотеку пойти вот я вам просто говорю так что в этот не имеет значения да ну у нее там определенные эти есть но в 10 часов чтобы ты дома была если ты 10 часов домой не придешь тебе хана трендец тебе пипец короче ну мать так решила поняли да вот до 10 и она говорит если она сейчас себя ну не знаю как он правильно это мысль донести до бабушка говорит если она будет приходить во сколько она хочет да а что тогда с дочерью будет смире ему чё будет мол если она будет приходить например в 11 12 часов вот тогда чему с дочкой будет твоей тогда я если я дочке твоей буду говорить нет нельзя она будет говорить а почему мама муж я не могу мне кажется что это глупость конечно ребята как это вот ну не знаю девчата ежи все-таки 46 лет вот захотела в кафе посидеть там со своими подругами она не может она должна в 10 часов быть дома если она 10 часов домой не придет мать ее домой не пускает иди в подъезде на через хочешь ну как-то вот так да ну ты что же неправильно конечно мирейна мама устала и сказала ухожу снимаю квартиру иду и она год я боюсь что она мирею заберет поговорить мир я скажу пускай не идет а я вам девочки скажу но я бабушке конечно сказала ой бабуля тебя понимаю хорошо хорошо а чё я скажу этой взрослой женщине который 80 лет и она году смотрю я себя плохо чувствовала субботу я себя плохо чувствовал мы смирею больницу пошли где она была туда суда она меня не отвезла в больницу как-то вот тогда а мирейна мама я как поняла много лет уже живет как с матерью да но у нее мать очень тяжелая у немать везде лезет смысле лезет что но но вы споняли да ребята но я мире на маму в этом числе понимаю если конечно на самом деле и она вот она сейчас мире это же заберет ребенка тоже испортит туда-сюда мол ты же понимаешь она там то с одним то с другим уходит там с кем будет она ходить не знаю что она сделает . не знаю я не хочу чтобы она ее забирала а потом она мне говорит ну а а потом она мне говорит так ну ты с ней поговори мол туда-сюда смирея пускай не идет к матери как я могу это ребенку сказать ребята чтобы как бы не было это же ее мать милея очень любит свою маму не знаю ребята но когда я милею там надо спрашивать да вот там что-то и она сразу говорит бабушка кто вкуснее готовит бабушка кто лучше бабушка она так она так вот ребята вот гипнотизирована да за своей бабушкой да вот кого-то под гибнозом ребята она прям перед мамой говорит ну как то вот не знаю как вам объяснить она прям перед матерью говорит нет ты мол не такая мол может быть она и заслужил это не знаю ребята не хочу вмешиваться потому что я бы не хотела быть на место на место мире на бедная мне ее жалко ребята вы представьте себе мать ту сторону тянет бабушка в эту сторону тянет но как-то вот так получается нет разве я сказал я даже вмешиваться не буду мужу сказал мужского правильно не вмешивайся твою какое дело как захочет ребенок так решит но это же мать равно девчата я считаю что это мать мать не выбирает что-то у меня что-то тип такой боюсь что телефон упадет мать не выбирают понимаете вот такая тебя тронутая так вытащили отсюда боюсь и вот так лучше как-то вот так потому что вот эти штатативы вот смотрите вот эти места они ломаются вот видите да сколько у меня их есть ребята да вот эти места мягкие становятся так как телефоны тяжелые ты этот большие широкие и вот эти места и если выскочить упадет отсюда во тренде своему телефону потому что так сильно открывается да вот эта часть да и вот эта часть начинает ломаться ребята и вот она вот видите мне если он не исправил и все сколько раз но она уже print вот такая стала вниз стала поняли да так ребята давайте я с вами был ля ляку и не могу щас телефона так на что-то тип поставить и все помогут чуть-чуть вот это он хочет убрать такие длина но но и дно длины носа кита ли эти камни надо убрать столько мы купили этих камней ребята в конце концов вы понимаете оттуда этот нет не то короче так давайте тоже помогу помните да девочки я вот купила да вот эти вот такие на вот тут написано короче да что 10 сантиметров вниз надо это 10 сантиметров 5 сантиметров от одного до другого растет короче 25-30 сантиметров солнце и это тень любит зимой не переносит и несъедобными я правильно все думаю поняла а тут внизу там не знаю короче на коробку можно там туда-сюда короче вот так как я я как я поняла да такие и вот такие это то же самое то же самое написано сантиметров 10 сантиметров вовнутрь 5 сантиметра друг друга растут тоже 30 40 сантиметров этот короче вот так то же самое тоже несъедобные но это само собой вот один ряд один ряд вот этих один ряд вот этих думаю посажу вот вокруг да пускай глаз рада потому что остальное будет же здесь а вот так камень потому что я сюда беседку хочу до этот поставить как-то вот так ну вот они соврали все собрали сейчас сделаем это он вот так ставит ребята что потом вокруг ну вокруг цемент шоу и вот у дерева вот столько было вот ну вот как он там да видите везде вот так округленная почему потому что он сейчас посадим голову стебан со своей виситкой вот такой вот он не стоит кстати то так что он ажиотова написаны здесь то есть такое вот такие вот такой вот это пациенты в сборке, чтоб быть вложи и это у него я стала вот такая вот здесь тоже из продажа вот это такой вот такой вот такой же вот такой вот венатор видите пока в ours В одном месте, а в другой в другом месте. Томас хочет нам помочь. Как мне нравятся такие вещи? Я целый день этим занимался. Мне тоже стройка нравится, но хочу закончить. Мне нравится проснуться с моей женой, пойти там уборку делать во дворе. Как мантениментно. Ну как вот. Да, igual форма. Да, да, mira, ай локе пони 10 сантиметров по баху. Ай, кеттонер. Маленько. Сепараде, куанта, на куанта? Ай, пони 5 сантиметров. Сколько друг друга? Я хоть 5 сантиметров написала. Посмотрим, выйдет. У меня одна девчонка из Германии выслала одни семена. Такие давно еще. Два раза посадила и не вышла. Ну, значит, не суждено, как она мне сказала. Ай, 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 ай. 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 Пора. Вот так, ребята. уже потихонечку даже лучше становится не могу к ним не прийти ребята видите да какой ветер сильнейший не могу к ним не против томаса не надо пугать их и так они бедные несчастные от меня только зависят все надежда только на меня бедных ой мамочки отойди томас мои белые курочки которые там закрыты есть уже сегодня 1 поставила 1 высадила одно яйцо какой ветер ребята я там закрыла этого потому что он там не кушает бедный этот маленький его постоянно обижает хочу что вы за мной все бежите вот ответьте мне не будет сегодня у вас кушать уже было кушать ребята как они много воду пьют а ну их отойдите дайте мне открыть я его закрыла ай томасик зайдешь я тебя я тебя поругаю выходите а а а а КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Дверь открылась! Все куры выскочили! Идите сюда! Иди сюда! Добро пожаловать в Казахстан! 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 этот лишь бы обидеть понимаете вот этот маленький самый вредный постоянно обижает вот этого пушистика моего а я его так люблю мы всех их люблю видите он своим не ругается он вообще такой миролюбивый ну так ребята ладно ребята все показала вам моих красавцев меня спрашивают за попугаев ребята попугаев тут попугаи у меня тут сегодня чуть-чуть весело видать они не хотят не хочу их часто так сверкать ребята вот все мои попугайчики на месте все все хорошо что вы что вы разорались давайте делитесь ругайтесь канарейки сразу пришли покушать какие они хорошенькие видите какой ветер сегодня взять дождик будет ну вот и все на этом заканчиваю ребята на этом заканчиваю